У нас есть такой список вопросов, в основном детских, которые тоже приходят на ваш блог, называется БЛИЦ. Короткие вопросы, вы отвечаете коротко, да или нет, или короткий ответ. Да. Уже ответ. Скажите, только честно, есть ад или рай? Да. Только это внутри человека. Мое плохое состояние. Относительно всех остальных называется адом, мое хорошее отношение ко всем остальным называется раем. Потому что я в этом испытываю или ад, или рай. Или я испытываю себя только в этом мире, в котором есть ад, угрызение совести, всевозможные проблемы, стыд. Или я испытываю себя в абсолютном комфорте, в связи, в нахождении над материей. И это рай. Я думаю, надо Голливуд написать. Они по-другому это себе представляют. Ну, конечно. Нет, но это внутреннее состояние человека. Второй вопрос. Если я стану великим каббалистом, смогу наколдовать много денег? Интересуется Дима из девятого класса города Мурманска. Задолго-задолго до того, как ты, Димочка, станешь великим каббалистом, я тебе этого желаю, но ты уже перестанешь видеть в деньгах счастье. Не могу найти мужа. На мне лежит какой-то грех. Может быть, в прошлых жизнях я что-то натворила, и теперь не могу найти свою половинку? Спрашивает Лариса, библиотекарь из Саратова. Нет. Здесь существует, конечно, непростая система отношений между людьми. Я вам советую обратить внимание на ваше поведение. Пытайтесь быть абсолютно доброй. Пытайтесь быть абсолютно доброй. И вы увидите, насколько это на самом деле притянет мужчин больше, чем все ваши остальные методы поведения. Они обратятся к вам. Мужчина ищет в женщине мать. Напомните ему о его матери. Вы увидите, насколько он пожелает остаться с вами. Если все люди планеты сразу же все вместе попросят Бога, чтобы он нам помог, правда же он нам поможет? Спрашивают пятиклассницы. Нет. К сожалению, нет. Дело в том, что надо уметь его просить. Мы кричим об этом уже тысячи лет, и все вместе. И каждый из нас. Это не зависит от того, будем ли мы вместе кричать. Это будет зависеть только от того, а что мы будем просить. Если мы будем просить объединиться все вместе, все люди планеты, тогда он нас точно услышит. А что-то другое, ничего другого не услышит. Винсес из Вильнюса спрашивает. Интернет создали специально, чтобы люди перестали дружить? Нет. С помощью интернета я могу сейчас дружить со всеми людьми на планете. Нет. Если я удираю от своих товарищей и погружаюсь в интернет, это меня отвлекает, конечно, от товарищей, но надо дать время и для этого, и для этого. В принципе, интернет – это сильнейшее свойство коммуникации, связи между людьми. В принципе, конечно, люди будут заниматься большей духовной работой, необходимой для того, чтобы себя поднять до уровня человеческого уровня. Люди будут заниматься, естественно, и физической работой для того, чтобы себя прокормить. У них будет абсолютно все, что есть сегодня в мире, в будущем мире. И нужны будут музыканты. Только надо будет понимать, какую музыку душа человека просит. И тогда понадобятся все, в том числе такие артистки, как Вань. Спокойно. Сейчас на каждом углу стоят попрошайки и буквально требуют денег. Нужно ли нам быть милостивым? Интересуется Борис, менеджер по продаже город Калуга. Проблема в том, что Каббала советует методы, которые исправляют мир. Эти методы мир не исправляют. Кроме того, люди, которые просят, неизвестно вообще, кто они, что они, просят ли они на самом деле или нет. Как правило, человек, который стоит и просит, он зарабатывает на этом очень приличные деньги. Тут существует целая мафия в этом мире попрошаек. Так что я не за то, чтобы разбазаривать деньги на такие мероприятия, а если вы решили, что вы отдаете какую-то часть своих доходов, то даже вот те вот гроши, которые вы раздаете этим попрошайкам, сделайте так, чтобы они пошли на более нужную цель. И последний вопрос, на мой взгляд, самый интересный. Я слышал, что любовь спасет мир. Я люблю своих друзей, Колю и Влада. Это поможет спасти мир? Спрашивает десятилетний Игорь из Вологды, обеспокоенный состоянием мира. Нет. Ты прав, Игорек, что ты их любишь, они твои товарищи, поэтому ты их любишь. Если кто-то из них на тебя разозлится и прекратит быть с тобой другом, что ты его перестанешь любить, нам надо подняться на любовь, когда она не зависит от того, как к нам относятся. Потому что мы все являемся частями одного тела, и поэтому мы должны достичь дружбы между собой. Независимо от того, хорошие люди, плохие люди, мы должны обращаться к ним хорошо, верно, с любовью. Вот. Тогда мы их просто заставим, вынудим так же относиться и к нам. Поэтому твоя любовь к своим товарищам, она основана на том, что и они к тебе хорошо относятся, что вы вместе занимаетесь какими-то играми. А надо любить не за это, а просто потому, что мы являемся вместе, взаимосвязанными все в одном едином целом. Вот до этого состояния нам надо достичь. Но желаю тебе, чтобы весь мир был таким, как ты представляешь себе своих товарищей.